Всем привет! Сегодняшний дизайнский хеллоу рассказать вам о нескольких нововведениях в нашей операционной системе, которые появились спустя 4 месяца полного отсутствия информации по ее разработке. Ну, в принципе, видосов на канале. Ну и также показать вам несколько прикольных приложений, которые здесь также заимелись, и рассказать вам про способы написания собственных программ. Значит, ну, первое и самое главное нововведение, это, конечно, оконная система, прямо как настоящий iOS. То есть у нас теперь каждое приложение может представлять собой окно, которое можно перетаскивать совершенно в любую позицию на экране. То есть, допустим, выпускаем палитру, она также выпускается в виде отдельного окошечка, и мы можем его таскать как один. Единственное, у меня, конечно, здесь очень слабый сервер, на котором я сейчас нахожусь, поэтому, видите, окончики так перетаскиваются слегка нехотя, прямо скажем. Ну, в принципе, я думаю, это не критично. Так, свойства. У нас появились приложения, то есть мы можем посмотреть информацию о текущем файле, о папке, там не суть важно, ну и так далее. Ну, например, также у нас наш AppMarket классический, где можно запускать всякие, загружать, вернее, свои прошки. Он у нас также выполнен в виде отдельного окна. Сейчас у нас прокруется информация, все. Сейчас, секундочку. То есть, видите, можно также вытаскать. Также у нас большинство окон поддерживает ресайз, то есть мы можем изменять его размер, как хотим. Здесь, к примеру, в проводничке у нас можно перетаскивать также эту хуевину, чтобы она у нас уменьшалась или увеличилась по требованию пользователя. Ну и, соответственно, такие вот дела. Также основным уведением ключевым является поддержка пользовательских анимаций. То есть, смотрите, открываем вкладочку, допустим, обои, нажимаем на этот слайдер, и видите, он плавненько перемещается, как по слева направо, ну и так далее. Чтобы выбрать какую-нибудь красивую картиночку, нажимаем кнопочку с выбора файлов, и у нас выскакивает такая вот симпатичная менюшечка. Она также, по идее, должна красиво анимирована быть, но поскольку она в серверах слабая, она, так видите, слегка дергана, отображается. Ну, в принципе, для демонстрации сойдет. Так, выбираем какую-нибудь картиночку, ну пусть будет вот такая, нажимаем открыть, перетаскиваем слайдер, и у нас появляется обоина на рабочем столе. Видите, как приятно, в принципе. Также у нас появились опции по отключению прозрачного интерфейса, то есть, чтобы увеличить производительность системы, можно выбрать цвет фона, цвет всяких вот этих доков и прочего говна, если кому-то это надо. Так, сейчас включим обратно обои, чтобы нас не особо лагала система. Также появилась теперь возможность перетаскивать иконочки на рабочем столе, то есть, собственно, как и на любом нормальном компьютере, с нормальным окружением рабочего стола, имеется также, разумеется, выделение яскольких иконочек, то есть мы можем их, допустим, выделить, мы можем их там вырезать и вставить куда хотим. Единственное, что, видите, у нас эта иконочка прозрачнее становится, потому что она сделана из специфичных довольно символов, которые прозрачи с ней поддерживают. Но, однако, в целом на остальных иконках это работает более чем нормально. Видите? Вот. Также из выделенных иконочек мы можем выделять их с помощью клавиши Ctrl, зажимая, мы можем, допустим, создавать прямо на прямой папочке, таким вот образом, но папка из выбрана, назовем ее как-нибудь PizDabka. Окей. И она справляется на рабочем столе, справа там. Имеется опция привязки к сетке, то есть, чтобы, если иконочки у нас где-то в жопе находятся, мы можем их разом сортировать по имени, там по типу и так далее. Сортировка, вот, допустим, по типу, к примеру. Хоп. Ну, разумеется, также существуют опции у нас по созданию файлов, папок и так далее. То есть, мы зададим еще одну папочку, к примеру, Vagina.car, хоп. И у нас появляется прямо на текущем месте, где у нас был раньше курсорчик. Разумеется, при нажатии на папочку, когда выдаем клик, у нас открывается наш проводник, то есть, мы можем здесь сделать, что хотим. Это абсолютно копия того же самого рабочего стола, только единственное, что у нас здесь файлики перетаскивать нельзя. Зададим файл, к примеру, test.lua. И у нас открывается непосредственно среда нашей разработки, где мы можем написать саму программу. For, и равно 1, 10, 2. And, print, hello, pdor. Ctrl-S, Ctrl-W. И можно прямую отсюда ее запускать, видите, с рабочего стола. Видите, у нас отображается 10 раз hello, pdor. Замечательно. Ну и также, в него важной фичей является поддержка загрузки файлов по URL. Нажимаем создать. Файл по URL. Так, свернем сейчас Minecraft, немножечко поменьше. Так, открываем наш браузер, у меня есть заготовленный файлик. Копируем ссылочку на него, вставляем ее вот сюда. Пишем имя файла, matrix.lua. Господи, точка.lua. И оно появляется на рабочем столе. Два раза выкликаем, и у нас запускается наша вот такая вот матрица своеобразная. Видите, у нас полностью рабочая программка есть. Хоп, закрываем. Так, ну теперь я вам покажу совершенно предоставящую вещь, и чуть ли не самую главную фичу нашей опционной системы за последние буквально полгода. Теперь нам завелась поддержка так называемых TP-протоколов, ну или по крайней мере его аналога. К примеру, если у вас есть какая-то хата большая, у вас есть куча компов, на которых стоит наша MyOS, то вы можете легко их объединить в сеть, буквально пару кликов, и спокойно перетаскивать файлы с одного компа на другой, без вообще каких-либо проблем. Здесь у нас есть такая вкладочка сеть, и в ней отображаются все компьютеры, которые смог обнаружить наш беспроводный модем в выставленном радиусе, собственно, обнаружения. Всего у нас имеется три компа, это вот этот первый, второй и третий. И, соответственно, каждому из них вы можете настраивать определенный провод доступ, то есть вы можете разрешить ему доступ к вашей файловой системе, вы можете разрешить отправку сообщения и, собственно, отправить ему сообщение. И, собственно, как только вы все это сделаете, вы можете открыть проводник, и с этими компьютерами уже проводите операции, как будто вот они находятся в едином, скажем так, файловом кластере. То есть вы можете кликнуть на него, и через некоторое время у вас полностью отправится список файлов вот того удаленного компьютера. То есть, ну, к примеру, вы можете взять и скопировать, скажем, какое-нибудь приложение ему, к примеру. Нажимаем копировать, сюда нажимаем вставить, и через некоторое время оно полностью у нас перенесется на удаленный компьютер. То есть вот на этот сейчас. Сейчас посмотрим. Единственное, что копирование происходит довольно-таки долго, поскольку все-таки это отправка сообщений по беспроводной сети, по моделу. Вот. То есть немножко дольше, чем с обычным жестким диском, но, в принципе, скорость, но приемлемая. Открываем корень, и у нас появилось наше приложение файл. То есть, чтобы вы понимали, приложение это отдельная папка, в ней есть куча иконочек, ресурсов, там файл, мейн и так далее. То есть это не просто какая-то хуйня, а это целая, скажем так, гигантская папка с кучей вложенных файлов. Ну, разокликаем, у нас запускается наше приложение Braille. Потом, кстати, я вам про него подробнее расскажу. То есть это совершенно потрясающая штука, которая позволяет вам буквально без каких-либо усилий объединять компы в сеть и вообще ослаждаться простой и изяществом. Ну, и также, вот, умеется, если вы не хотите, чтобы комп получал какие-то у вас права от доступа, вы можете кликнуть на него, видите, название специфичное, и нажимаем запретить доступ к файлу. Соответственно, кликаем на вот этот комп, и написано, что доступ к файлу в системе запрещен, свяжитесь с его владельцем для предоставления соответствующих привлекий. То есть, разумеется, по умолчанию доступ ко всем компам у вас запрещен. И, соответственно, чтобы это исправить, нужно, естественно, кликнуть на следующий комп и разрешить его. Также, если вы не хотите, чтобы какие-либо компы обнаружили у вас в списке сетевого окружения, вы можете нажать сеть и отключить. И, соответственно, все. Этот комп пропадет у вас из всех других компов, которые его пытаются найти. И, разумеется, можно выставлять также имя компьютера сетевое, и также радиус обнаружения, Если вы не хотите, чтобы какие-нибудь компы, там, чувачки левые бегали у вас в хаты с планшетами и пытались там его просканировать То есть выставить, допустим, радиус какой-нибудь там, 2-8 блоков, чтобы просто компы рядом стоящие объединить в единую сеть Ну, разумеется, если вы не используете беспроводный модем, то никакого радиусоморожения не будет И все компы будут объединены просто в проводную локальную сеть В принципе, все довольно-таки просто Это, по-моему, самая потрясающая, самая важная фича, которую еще можно было только придумать для вообще этих компов И, на мой взгляд, это просто потрясающе вообще, это просто великолепно Вот, и теперь я расскажу про несколько интересных приложений, которые, в принципе, у нас имеются И которые появились буквально за, сколько там, с лета, месяцев, да, месяца 4-5 прошло, да, может 6-6 даже, ну, плюс-минус Ладно, значит, ну, первое и самое бесполезное, это, конечно, спиннер У нас есть полноценные спиннеры в Майнкрафте, которые постоянно крутятся И вы можете менять их цвет с помощью кликов мыши, то есть настроить его как хотите Но, опять-таки, поскольку у меня здесь очень слабый сервер, поэтому, видите, она с такими промегами отображается Если на более мощном сервере все это запускает, то это будет просто вообще великолепно выглядеть Но, в целом, таким образом вы можете наслаждаться этой хуевиной, крутящейся бесконечно Так, как выйти отсюда, я не помню, по-моему, Enter, да И также у нас появилась прошка Translate, которая работает с API Яндекса И позволяет переводить любой текст совершенно на любой язык, на какой вы захотите Например, привет, сраный хохол Естественно, я не пытаюсь раздеть какой-нибудь срач с украинцами, это так просто для вины Ну, видите, то есть перевод полностью рабочий Вы можете также написать какую-нибудь херь, написать Hello My Dear Friend И вы можете определить язык, он фактически поставится на английский То есть, вы можете свапать языки местами Если хотите, можете выбирать там совершенно какие-то конченые языки Тут безумное количество их есть, ну, в общем, вот И также, разумеется, здесь можно выставить произвольный API-ключ, так называемый Чтобы обращаться в API Яндекс, то есть, если у нас ключик вот этот бесплатный Он имеет, по-моему, количество ограничений по запросу, сколько там, миллион, что ли? Миллион символов, по-моему, в сутки или что-то такое То есть, если эта хуйня стечет, вы можете вставить свой API-ключ И, соответственно, сложаться переводчиком, когда захотите Вот, короче, такие дела Так, что у нас здесь еще появилось-то прикольного? А, появилось приложение Braille С его помощью вы можете рисовать совершенно конченые конки приложения Прямо уберетитализируя, ну, примерно, как видите, как спиннер То есть, с маленькими такими крошечными пикселями С помощью символов Braille То есть, ну, поскольку у нас вот эта хрень консольная Она имеет ограничения по количеству пикселей Видите, вот каждая эта херовина Это не маленькие пиксели выставлены, это уже готовые символы Соответственно, если мы будем использовать шрифт Braille Мы можем сделать очень красивые такие маленькие квадратики То есть, например, смотрите Сейчас нарисуем Так, так, так Сейчас какую-нибудь красивую иконочку создадим Ну, я снова покажу вам, как свои прошки создавать Так, ну, допустим, вот такая буква E у нас будет Нажимаем сохранить Открывается наш, кстати, красивый интерфейс наш Пусть будет 1.pic Расширение файлов выбирается вот здесь Вот, нажимаем ОК И наша картинка сохранена Замечательно Так, ну, теперь я покажу, как можно создать свою прошку Нажимаем правый клик Создать приложение MineOS Вводим название Ну, я не знаю, какое-то название придумаем сейчас Пусть будет Switches Просто Switches Выбираем иконки Выбираем нашу созданную картиночку Нажимаем ОК Тыкаем в любое место И у нас остается наше приложение Видите, Switches.app Мы можем его запустить прямо отсюда У нас будет надпись Hello World То есть, это стандартная Сейчас я вам какую-нибудь хрень покажу Графическую Как можно сделать прямо с нуля свою прошку Значит, смотрите У нас вся операционная система Вообще все эти вот проводники И абсолютно все вот это дело Вся графика сделана Написана, собственно, нами же Графической библиотеки QE Ее можно спитить Зайдя на наш гитхаб Я, разумеется, ссылочку оставлю в описании Есть документация Есть GUI.md Вот эта ссылка будет у вас в описании видоса Тут огромное количество Совершенно подробнейших примеров То есть, прямо с картиночками С гифочками С готовым, прямо написанным кодом Ты буквально вставляете И получается, соответственно, результат Конкретно гифочке абсолютно Все эти примеры иллюстрированы Дано подробное описание То есть, вы можете просто с нуля Изучить всю эту библиотеку Написать свои потрясающие совершенно прошки Вот, ничуть не хуже, чем, допустим, Вот этот проводник, а гораздо пиже И, к слову, все эти среды разработки Абсолютно все вот это Написано с помощью этой как раз-таки Такой библиотеки Только с помощью нее, ничего больше Вот Поэтому сейчас мы кликаем на эту фиговину Нажимаем пока с режима пакета Открываем файл main.lu Удаляем все это говнище Сейчас я вам какой-нибудь примерчик красивый найду Так, в самом конце нормально сделан Вот, видите, анимированное поле такое Единственное, что она довольно много кода имеет Но это, я думаю, не страшно Так, копируем И с помощью средней кнопки мыши Я сюда эту фигню вставляю Вставляется довольно долго Потому что здесь буфер обмена работает очень медленно Но все же оно вставится постепенно, конечно Здесь вот это, в этом примере Просто абсолютно с нуля создается виджет свитча Вот этого самого Просто с нуля Как будто его не существовало Все дело подробно закомментировано То есть, если вы хотите, можете это дело почитать И, соответственно, разбираться, как это дело работает Нажимаем Ctrl-S Выходим из этой фиговины И два раза кликаем на приложение У нас открывается, видите, полностью Рабочая хуевина Можем ее переключать напрямую Видите, анимация такая симпатичная работает Вот Тык-тык С помощью Ctrl-Alt-C мы можем отсюда выйти Ну и, разумеется, если мы хотим как-то эту прошку изменить Открываем снова MainLua Где-то у нас там в самом конце была возможность Выставить поменьше количество этого говна Так, сейчас, секундочку Не 168, а, допустим, там 30 Хоп, нажимаем Play Можно прямо отсюда запускать Видите, у нас количество свечей уменьшилось до 30, соответственно Ну вот Все это дело Вся гови-библиотека Она была изначально создана под Как раз-таки эти маломощные компьютеры Чтобы Использовать как минимум Меньше, как можно меньше оперативной памяти Как можно меньше ресурсов процессора То есть, соответственно Она оптимизирована просто до нельзя вообще Там вылезано все Подчистую Ctrl-Alt-C закрывает программу Естественно, у нас кидается ошибка Что мы ее принадлительно завершили С помощью Ctrl-V выходим отсюда Подальше Собственно, и все Ну и последняя фича, пожалуй Это у нас так называемые Live-иконки То есть, вы можете Создавать собственные Скажем так Иконки приложения Которые будут в реальном времени Изменяться прямо на рабочем столе Так, активируем смену дня и ночи Выставляем время на 11 часов И видите, у нас иконочка Прямо реалистично изменяется В реальном времени Прямо на рабочем столе Ну, собственно Это был просто пример Показательный нашей Live-иконки Месяц отображать здесь некорректно Потому что Используется в Майнкрафтовское время А не реальное Поэтому месяц будет 10 до января И, собственно Чтобы Live-иконку сделать Необходимо Вместо стандартной Икон.пик Запихнуть сюда файл Икон.ло И он должен возвращать функцию Которая, видите Обрабатывает нашу иконочку То есть У нас вот эта функция Вызывается каждый раз При отрисовке нашего рабочего стола В нее передаются Икс и Игорь К нашей иконке Из теста Видите Отображается Рисуется сначала прямоугольник Беленький Потом Господи, серенький Потом рисуется дата И потом часы И так далее В принципе все довольно просто То есть кто С этим знаком Тот в принципе Поймет это буквально сходу Собственно вот Ну и также В качестве приятного бонуса У нас здесь в операционной системе Появилось Не игрового Соответственно настоящего Отображается текущая дата 9 октября 2017 года И естественно Время в минутах и секундах Оно полностью соответствует Вот этому Видите да Какое у нас находится В правом верхнем углу Система Короче часа Ну и также здесь можно выставить Часовый пояс Какой хотите Ну например у меня находится GMT плюс 3 Поэтому я выставил плюс 3 Вот Соответственно Можно выставить меньше Больше Как вам как нравится Ну в общем На этом вроде бы как все В принципе все приложения Которые я хотел показать Я показал Надеюсь вам этот видос понравился В принципе В ближайшее время Попробую снять Парочку еще видосиков По допустим Написанию скринсейверов Сейчас вам покажу Так Обои Заставка Пусть будет Матрица Нажимаем Тырк Замечает И буквально через 6 секунд У нас появится симпатичная Заставка в виде матрицы То есть я вам показывал Уже по руку матрицы А у нас здесь Гораздо более Пиздатая матрица имеется Которая прям очень красивая Такая яркая Насыщенная Прямо видите Вот Хотел просто снять видосик О том как написать эту матрицу Если вам интересно XCOM Просто довольно графонист И сейчас задержку поставим поменьше Вот Видите Довольно симпатичная штука Такая вращающая Если поставить разрешение экрана Поменьше вообще Прямо будет замечательно выглядеть Вот В общем такие дела Собственно На этом пожалуй все Всем спасибо за внимание До новых видео До новых встреч